Добрый день. Прикладные игры помогли облегчить депрессию пожилых людей. Прикладные игры приводят к снижению уровня депрессии у пожилых людей, выяснили южнокорейские ученые. Значительное влияние на депрессию оказывают игры, которые включают в себя физическую активность и те, что сочетают физические упражнения и тренировку когнитивных способностей. Данные опубликованы в Journal of Medical Internet Research. Пожилые люди более уязвиме к депрессии из-за психо-социальных проблем. Снижение, соответственно, наблюдается при этом снижение социальных связей, изоляция, что еще более усиливает, утяжеляет течение депрессии. Различные варианты профилактики развития депрессии у пожилых могут быть использованы, в том числе возможны и цифровые интервенции, вмешательства посредством цифровых технологий. Они оказались эффективными и уменьшили симптомы депрессии, одиночества и социальной изоляции у пожилых людей. В качестве цифровой интервенции используют, в частности, прикладные игры. Игры, которые направлены не только на развлечения, но и улучшение знаний, навыков и отношений в реальном мире. Например, такие видеоигры используют в сфере обороны, образования, научных исследований, медицины и других. При этом проводились исследования не только изучающие влияние таких игр на депрессию, но и на производительность и когнитивные функции пожилых людей. Однако данные о влиянии прикладных игр на депрессию на сегодняшний день недостаточно. Дальше идет много-много-много-много-много разных цифр. Таблицы, 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 графики, графики, графики. Я это зачитывать не буду, но слух это воспринимать нереально. Кто хочет, может посмотреть статью. Авторы пришли к выводу, что прикладные игры снижают уровень депрессии у пожилых людей. При этом лучший результат наблюдается тогда, когда игры используют дома или в привычных условиях проживания, лучше, чем в больнице. Что касается видов игр, то значительнее на депрессию влияют игры, которые сочетают в себе физическую активность и использование когнитивных навыков. Игры только на физические упражнения. Это согласуется с предыдущим исследованием, подтверждающим, что физическая активность может значительно облегчить депрессию у пожилых людей. Но на самом деле у молодых тоже. Однако ученые отмечают, что доказательства могут быть относительно слабыми из-за небольшого числа исследований, включенных в анализ. Также ранее ученые обнаружили, что видеоигры полезнее для интеллекта американских детей, чем соцсети и телевизор. А использование виртуальной реальности позволило снизить дозу антисептика во время операции. Вот последнее вообще, конечно, очень ценное наблюдение. В плане основной мысли исследования. Ну, все достаточно очевидно. На самом деле наш бывший министр здравоохранения Скворцова, который сейчас глава ФМБА Федерального медико-биологического агентства, она, собственно, и развивала тему реабилитации после инсульта, в том числе посредством цифровой добавленной реальности. И да, там тоже были результаты. Но это мы говорим об инсультах, а здесь просто о пожилых людях. Естественно, когда человек малоподвижен, малообщителен, у него сужается социальный круг, ему, собственно, ничего не надо делать. Особенно, если он привык на протяжении жизни работать только тогда, когда, собственно, он обязан работать, прийти на работу, отработать, уйти с работы и все. Когда исчезает этот привычный график, когда человек становится представленным самому себе, а у него нет алгоритма, что, собственно, со всем этим делать, он испытывает определенный стресс, который, в том числе, может повысить риск развития депрессии. Собственно говоря, на эту тему были в свое время исследования, что когда надо уходить на пенсию. И вывод был такой, ну, если в двух словах, что на пенсию надо уходить либо тогда, когда дойти к пенсионному возрасту, либо не уходить вообще. Потому что чем дальше от пенсионного возраста человек продолжает ходить на работу, тем сложнее ему в дальнейшем адаптироваться к окончанию этой работы. И те, кто уходит на пенсию, там, через 10 лет после достижения пенсионного возраста, имеют очень высокие риски по различным заболеваниям именно в течение первого года после выхода на пенсию. Так что это, кстати, тоже надо учитывать. А так, да, понятно, что вот эта добавленная реальность, там, видеоигры, которые тем более требуют физических усилий и когнитивных усилий, понятно, что они позволяют человеку поддерживать себя в тонусе, позволяют человеку быть задействованным. Соответственно, меньше времени остается и меньше сил остается на то, чтобы думать о том, что, а, я вот уже одной ногой в могиле, жизнь прошла, я не достиг того, чего хотел, не получил то, о чем мечтал и так далее. Ну, на самом деле, это всегда можно в такие размышления удариться, но, тем не менее, когда у человека резко выпадает значительное количество нагрузки, к которому он привык на протяжении всей жизни, это может быть весьма и весьма травматично и может способствовать развитию депрессивного состояния. По поводу влияния физических нагрузок на депрессию мы уже неоднократно говорили. Да, физические нагрузки однозначно полезны и однозначно снижают и тяжесть течения депрессии, и могут даже быть и профилактика, и отчасти лечение депрессивного синдрома. Но, к сожалению, конечно, не любой тяжести и не в любой ситуации. Но, если есть возможность, то, конечно, физические нагрузки желательно иметь. И желательно, чтобы это были достаточно интенсивные физические нагрузки, силовые нагрузки в том числе. Это действительно помогает от депрессии. Не заменяет лечение, естественно, но, тем не менее, в комплексе работает положительно. По поводу когнитивных нагрузок, опять-таки, такие исследования неоднократно были, что люди, занятые тяжелым монотонным физическим трудом, имеют больший риск депрессии. Люди, занятые и не только депрессией, но и деменцией. А люди, занятые трудом, требующим определенных когнитивных усилий, в меньшей степени подвержены развитию деменции. Ну, по поводу депрессии таких исследований, по-моему, не было. Так что, да, быть активным физически, психически и эмоционально, это однозначно лучше в плане профилактики депрессии, чем быть пассивным, незадействованным, с огромным количеством свободного времени, накопленными за период жизни болячками. Ну, и уделять все свое мнение, размышлениями на тему, какая плохая нынче молодежь, как она не уважает стариков, и что мне совершенно нечего делать, и ничего я не достиг, и никто меня не оценил, хотя я был самым лучшим. Ну, это я несколько утрирую. Естественно, далеко не все люди, у которых развивается депрессия, в том числе и в пожилом возрасте, вот такие вот сварливые старики, которые вот, там, трава была зеленее и сахар слаще. Это может быть и без этого компонента, но, тем не менее, это не редкая схема развития, такой вот вялый, скрытый, без ярких выраженных проявлений депрессии пожилого и старческого возраста. Так что, да, безусловно, видеоигры, добавленная реальность, вполне может помогать с этим справиться, особенно профилактировать. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нет и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok